Добрый вечер! Добрый вечер! Я думаю, что мы коснемся не только трагедии в Крымске, а может быть какие-то еще другие истории прозвучат. И сейчас, по прошествии нескольких месяцев, мы вспоминаем эти события, заодно узнаем о том, что там происходит сейчас. У нас в гостях сегодня Михаил Сохроненко, спасатель первого класса, главный редактор журнала Fire Rescue. Алена Попова, один из организаторов волонтерского гражданского корпуса. Наталья Киселева, координатор лагеря «Добрый» в Крымске. Сейчас помогает нам на пульте, мы покажем, наверное, части и весь ролик. Будем смотреть ролик о том, что происходило в Крымске, чтобы как-то эту картинку немножечко вспомнить. Алла Полищук, волонтер, и наш корреспондент Юлия Гутова, которая делала репортаж из Крымска как раз в тот момент, когда эти события там и происходили. Я напоминаю, что у нас открытая дискуссия, значит, я жду, что вы будете активно участвовать, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. И это не пресс-конференция, не лекция, не круглый стол по поводу волонтеров. Это наш такой, можно сказать, где-то острый, где-то задушевный, но общий разговор. Я хочу сначала, Миша, попросить тебя сказать пару слов о том, что сейчас происходит в Крымске, чтобы мы от чего-то оттолкнулись, какую-то картинку, как лучшарет. Ну, сейчас у нас в Крымске работает несколько проектов. Один проект называется «Построй Крымск». Катя Боскин, Вова Берхин и другие прекрасные совершенно ребята, которые были с нами в Добром лагере. Они приехали туда, наверное, где-то недели, недель пять назад. И занимаются тем, что осушают дома специальными пушками, помогают делать ремонт тем людям, которым государство не делает никакой помощи. Ребята очень-очень много делают. Они ходят также, мониторят, как происходит ремонт за государственный счет на самых поврежденных улицах, которые мы с ними вместе проходили. Там у нас работает офис, в котором складируются стройматериалы. Мы на нем хранили коммунитарную помощь, когда работали в Крымске. Там же принимаются заявки от пострадавших, заявок очень много. И мы, несмотря на то, что закрыли прием заявок в пол-центре, потому что посчитали, что больше не будет, оказались неправы, потому что заявки поступают и поступают. Дополнительно к этому у нас работает проект «Помощь детям», который видео Толя и Коль Левшиц, прекрасные тоже совершенно волонтеры. Они собирают книги, детские пособия к школе. Они помогают детям-инвалидам. Они помогают всем ребятам, которым нужна помощь, с точки зрения привезти, отвезти какие-то специальные вещи, лекарства, оборудование. И там же мы запускаем сейчас проект «Добрый Крымск». Был у нас добрый лагерь. А «Добрый Крымск» — это более масштабная инициатива. Это то, чтобы наша волонтерская активность не остановилась только на чрезвычайной ситуации. Вы знаете, что чрезвычайная ситуация бывает во время, а бывает после. Потому что после самое главное — трагедия. Нет выплат, дома не так быстро строятся, у людей начинается апатия, не хочется возвращаться обратно. Кто-то переселился в соседние города, в Новороссийск или в Геленджик. И эти люди не чувствуют, что Крымск может быть их домом снова. Поэтому основная история — это вовлечь население в эту волонтерскую деятельность восстановления города как такового. У нас была большая проблема в Крымске, что на какой-то статии мы поняли, что люди относятся к волонтерской помощи как к тому, что она обязательно должна отказываться. Алёна, я так слышу, что Вы говорите о том, что сами пострадавшие должны стать волонтерами для того, чтобы наладить свою жизнь. Да, я считаю так, да. Ну, то есть, некоторая смена ролей, в каком смысле, да, сам себе должен человек помочь. Я предлагаю посмотреть несколько кадров из ролика, который был снят тогда же, да? Да, это мы снимали по ходу. Это было снято уже через... Вот 23 августа, то есть полтора месяца прошло. Это просто местные жители рассказывали о том... Местные жители рассказывали о том, что происходило в Крымске на тот момент. То есть, то, что они не добивались компенсаций. Я так понимаю, что мы не весь ролик будем смотреть. Может, я тогда потом прокомментирую какие-то. Ну, сейчас... Да, давайте тогда начнем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Не начнем готовить. Ну, да. Ну, вот как бы дырка, конечно, газовая. И же, поцелу. И, наверное, кровать, раскладушки. Ну, раскладушки, да. Ну, в общередии там это... Вроде есть там, практически на кровати. Ну, это опять-таки все это время. А вас, что вы сейчас снесли, что вам обещают? Вы дальше куда-то переселите? Ну, мы написали на сертификат. Ну, пока сертификат нам еще не понятно. Непонятно, почему что-то вам отказывают? Или почему непонятно? Ну, что у него выплаты. Как они выплаты? То, что мы появились. Ну, сейчас рад я, что мы появились. Да, да. Через месяц. Вы не говоря, что получим. А это... Спасибо тебе. Так, вообще непонятно. Чего? Скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, например, если бы с вами работал юрист, вам бы помогло это? Да, я выплатил. Или вы... Наверное. Ну, вот вы говорите, что по выплатам непонятно. Вам... Информацию вам... Вы какой-то информацией не обладаете? Или что вам? Или вас, не знаю, отправляют непонятно? Нет, ну, по выплатам, я так понимаю, я вот это все этот месяц не было вообще нас нигде. Вот тогда я пережила. А сейчас вроде появились базы данных. Люди говорят, что если появились, то будет... Но сейчас вам непонятно по поводу жилья. Ну, сертификат, конечно. Ну, жить как? Где 6 человек, семья. Куда-то ж надо. А, это олимпийский... Фантальный подтвердил. Вот, я просто поясню, да, что это был олимпийский чемпион. По-моему, по... Дай, дай нам даже, пусть скажешь, да. Ну, по легкой атлетике, да. Я олимпийский, я могу без вопроса. Нет, был на самом деле. Да, это был чемпион мира по бау-лифтингу. Его рекорд с 96-го года не побил никто. И вот этот чемпион мира пришел к нам в абсолютно таком растерянном состоянии, потому что ему, как чемпиону, и как мужчине, очень тяжело просить для своей семьи какую-то маленькую приточку. Мы с ним разговорились. В итоге получилось так, что мы узнали, что ему негде жить. Плюс он, помимо этой темы, он тренирует ребят маленьких от 11 до 16 лет. Их тоже негде тренировать, поэтому сейчас на тот момент их увезли в Геленджик. Я написала об этой ситуации, выложили его фотографии, написала об этой ситуации в своем фейсбуке. Вечером этот пост, мою фотографию прочитали редакторы CNN. Утром уже на CNN был пост на сайте об этой ситуации. И вечером ему принесли уже сертификат на жилье. А в его семье еще 6 человек. В его семье, да, еще 6 человек, бабушка, инвалид 2 группы, дети. Но пока мы все это, как мы там говорили, в Крымском мире расшарили, пока об этом написала CNN. И CNN почему написала такой достаточно разгромный пост о том, что в соседнюю Сочи строятся Олимпиады, человек, который сам чемпион, и который тренирует в будущем, чемпионов вот в таком состоянии. Это комментарий к этому не будет. В Крымском мире, в Крымском мире, в Крымском мире, в общем-то, в Крымском мире, как обычно, с соседями, как и все прочее. И нам не выплачивали, поскольку, как участник войны, ему выплатили где-то неделю через 3 на 1. Но тоже не сразу. Вот говорили, что 10 тысяч дали всем сразу. Ничего подобного. А нам дали где-то через месяц, наверное, с вами, если бы не было позже. Ну, совсем недавно, наверное, получили все, как улучшилось. И вот эта вот история с домом, то, что леска, ну, сам нас терроризировали, что там подсвелся. Вот мы, например, смотрели там дома в более таком худшем состоянии, на Каприумов. Мы просим, чтобы нам наш дом оставили, потому что у нас участник войны, ветеранная женщина, то есть его переезд, он не переживет просто. Даже там ездили в хоробе, если бы в трехкомнат. Ну, естественно, нам никто трехкомнатную квартиру не дал. Это безусловно. И вот без концовно стерилизировали. То прежде отказ выключать. Значит, вот неожиданно раз, раз выключаем. Как мы тут живем? Вот все, куда нам деваться? У нас тут вещи, все здесь. Ни временного жилья, да, там ничего никто не предлагал. Потом в следующий раз векринные объекты приехали. Потом уже звонят, значит, мы закрест носим ваш дом. У вас есть время на жилье? Ну, откуда у нас время на жилье? Извините. Ну, вот так вот как-то зацепили за жилье, что пац, смаз, пац, смаз. Все. И я бегала по всем инстанциям. Я вот просто прошла все. И в Генпрокуратуре, в общественной палате, у депутаты, у Мордовии, у всех этого. И вот меня просто так вот посылали. Нет, только через сутки. Ну, почему? Я знаю, что многие дома просто переведут статусом под снос наказанного. Вот если даже люди так просто. Я знаю, что были переведены дома. Даже вот у нас, в год от 130, с 4 дома до 144 дома. Все эти дома, наверное, случаются. Ну, вот если городка, то там история их трое. Муж, жена, который на видео, и ее отец, который лежачий ветеран. Они добивались, наоборот, того, чтобы их дом не сносили. Они хотели остаться в этом доме, но власти решили. Там были бесконечные комиссии, которые разные решения принимали. То под снос, то накап ремонт. И они хотели, чтобы их дом был на капремонте. Потому что независимые оценщики сказали, что дом нормальный, он стоит. Его можно отремонтировать, и все будет хорошо. А им выделяли однокомнатную квартиру. То есть жить в однокомнатной квартире с лежачим больным они никак не хотели. Ну, вот она рассказывала вначале, что и он просто не переживет переезд. Ну, то есть тут речь о том, что помощь оказывается, но без учета конкретных потребностей, конкретных нуждов. Ну, да, да, опять же, это просто было через месяц. То есть месяц они вот жили и говорили, что мы не хотим переезжать, и все было непонятно. То есть там она рассказывала мне уже лично, что разные комиссии приходили. И она говорит, я понимаю, что эти девочки не могут объективно оценить состояние дома, потому что они просто не знают, куда смотреть. То есть это не строители, которые могут понять, что происходит дома. Я так понимаю, это не единичный случай. Нет, конечно, это не единичный. Это вот как пример было бы. Мы с ней поговорили. Да, почему мы писали оценщиков, чтобы поехали на дивизию мотенчики. Ребята, я к вам вопрос сразу. Все, все, это будет важный. А вот вопросы, комментарии такие, которые стоят в муниципальной организации в Эрик-Городе. Знаешь, они хотят сделать микрофолис. Давайте помочь, Павел, вопрос, да. Есть вообще комментарии? Есть, Миш, есть комментарии. Очень хочется... Павел, давайте звучит вопрос, вы берете микрофон и ответ, да, потому что у нас идет записи за ролик. Комментарии... Мэра, его мэра, его главы района такие, что это все либо неправда, либо это все очень утрировано. И, например, господин Разумеев вообще ставит в данной ситуации, в ситуации, в которой вход из графического города, ставит задачу себе, чтобы сделать из города Крымск мегаполис не хуже Нью-Йорка и Москвы, например. Вот реакция, хотя это маленький город, маленький-маленький городишко, в котором людям негде жить, в котором я покажу потом фотографии, люди с многодетными детьми живут в палатке, но по отчетам всего этого не видно. И муниципалитет не реагирует никак на это никак. Еще прекрасные были комментарии, когда сайдингом заделывали дома с мокрыми стенами, я уже рассказывала, сырыми стенами, непросушенные. И нам позвонили наши ребята и сказали, что поднимайте срочно шум, потому что никто на это не реагирует. И даже оценщики говорят, что это невозможно просто. Потому что люди не должны, чтобы будет влажно снаружи, не просушено внутри, не просушено снаружи. Да, и потому что будет грибок, который будет разрушать само здание и здоровье, особенно детей. И комментарий власти был, что все делается строго по технологии. Это то, что происходит сейчас? Да, это то, что вот прям следует. Эти комментарии, они где-то были. Что у меня больше всего, то, что настораживает во всем, что есть история. Историй много. Есть какие-то ответы. Но где, я не вижу, нигде, где они соединяются. Когда есть история, ответ. Такого очень много. История такая-то. Где-то это очень много. Потому что, по-моему, уработок, в чрезвычайно-чрезвычайной ситуации, бывают случаи, когда люди несколько увеличивают масштабы собственных проблем. И это бывает не потому, что они плохие, а потому, что так, скажем так, так устроили своих специалистов. Что люди концентрировались на своих проблемах на каких-то моментах. И я совершенно точно знаю, что в том числе и работа волонтеров в Крымске. Ребята, вы молодцы. Правда, вы молодцы, вы были отличные ребята и сделали очень много. Но существовали моменты, когда тогда, когда нужно, не нужно было, так сказать, показывать помощь. Например, когда, допустим, вы приходили во двор в семье и говорили, давайте-давайте операцию. И люди сидели, вы убирали. Подожди, подожди. Я понимаю, что сейчас ты отменял. Мы с тобой по этому поводу много спорили. Решили спору в инстаграме на общественное обсуждение. Но дело в том, что в любой чрезвычайной ситуации, подобной, по-русски только на своем опыту, что крайне важно, чтобы люди, которые находятся в чрезвычайной ситуации, не бездельничали, чтобы что-то делали. Это очень важно. И, так скажем, в случае, фиксируем, к сожалению, я не могу сказать, мне не отпустили с тобой. Но я точно сейчас узнаю, расскажу своих коллег, что волонтеры приезжали с огромным желанием помыть. Это, понятно, здорово. Но они приходили, и происходило это по принципу «давай-давай лечиться». «Давай-давай помогать», «давай-давай помогать». Люди садились, рано или годно люди вот так работали. Одни пришли, помогли, вторые пришли, помогли, третьи пришли, помогли, потом. Возникает некое желание «а давайте нам еще что-то помогить, нам еще что-то помогать». Еще что-то помогать. И вот привыкают к этой помощи и становятся иждивенцами этой помощи. Я говорю о том, что эта помощь развращает людей, да? И, в общем, они уже перестают смешивать, и действительно… Я не говорю о том, что вся, любая помощь развращает. Я говорю о том, что переизбыток этой помощи может привести как раз в исключение общества. Можно? Ну, у меня не будет смеши никакого рубилова, потому что правда, и пример, например, Гаити показывает, что, да, когда туда поступало гуманитарной помощи, то очень резко упала экономическая привлекательность, люди перестали вообще работать, потому что все очень было дешево, и фактически все было бесплатно. И, понятно, и мы чувствовали это очень часто, что некоторые люди… Это не было массово. Это я сразу говорю, с этим я очень не согласна с тобой, потому что это не было массово. Были единичные случаи, когда мы приходили, и нам говорили, «А почему вы тут стоите? Давайте вот берите лопаты и идите работать». Ни о чем они не спрашивали, идите работать. Или когда к нам в лагерь, в приемный пункт пришла женщина, и стала требовать постельное белье, синее, строго в белый цветок. Принесла нам обратно ту, которую мы дали? Да, и принесла обратно ту, которую мы дали. С другой стороны, там были случаи, например, когда у нас МЧС просил распадушки. Меня как раз в стихотворке уже отношу. Я не согласна, опять-таки, это уже с Мишей не в корне. Конечно, были истории, когда пострадавшие начинали уже и хотели пользоваться. Но для этого всем новоприбовшим волонтерам я лично говорила, заходить в дома, просить разрешение заходить в дома и смотреть, что действительно нужно. Потому что там две были ситуации. Были ситуации, действительно, когда человек говорит, что нет, ничего, ты заходишь в дом, а там уже есть все необходимые раскладушки, все необходимые моющие средства, все что угодно. Ты тогда не даешь здесь ничего. Были, например, другие истории, когда ты заходишь с явно исхудавшей бабушкой, которая говорит, у меня все-все есть, все-все есть, все есть. И ты просишь, загляну, можно ли заменить в холодильник, можно ли заменить в подсовку. Ты смотришь, подсовку нет ничего, в холодильнике нет ничего, нет даже лисевой воды. Поэтому и для тех, и для других историй мы всегда заходили в том, чтобы понимать, нужна ли помощь. Да, некоторые хотели халявить, но поскольку у волонтеров уже был какой-то опыт, и мы видели уже ситуацию, мы просто не разрешали это делать. Поэтому вот здесь я не согласна, что люди, причем было это очевидно, те, кто действительно халявщики, они, не знаю, нападали на меня, например, с ножом, угрожали мне судом расправы. Пострадавшие действительно, у которых, как ты говоришь, все пропало, все пропало, балконю в Зайчат, так не поступают, там люди по-другому следуют. Поэтому я не считаю, что мы разворотили людей в Крымске. Здесь я не говорю о том, что помощь это развращает. Она может быть неэффективной, потому что здесь вообще вот к оказанию помощи, в плане, ну, смотрите, понимаете, замечательная ситуация состоит из нескольких составляющих. Первое – это спасательная операция, потом это восстановительная работа и гуманитарная операция. Мы проводили и частично и восстановительные работы, и частично проводили гуманитарную операцию. То есть это оказание помощи на сдаче и так далее. Здесь очень важный момент, что вот такая помощь, как бы сказать, она может заворачиваться на право или на лево. Может, я не говорю о том, что этого делать было не надо. Я говорю о том, что эту помощь надо оказывать очень внимательной, потому что вот за рубежом этим занимаются достаточно крупные гуманитарные агентства, которые специально готовят своих сотрудников. То есть они готовят их очень тщательно, длительные подготовки. И подготовка очень серьезная, где им рассказывают об особенностях психологии людей в этой ситуации, чтобы не навредить, самому не навредить. Вот сейчас на самом деле ты подошел к тому вопросу, который был у меня заготовлен в домашнем задании, так сказать, да? А квалификация волонтеров нужна ли она, нужно ли людей действительно специально как-то готовить? Если человек едет в горячую точку, где еще там на вторую нить после ЧАЭС, с самыми прекрасными намерениями, чувствуя себя спайдерменом, да, вот он приезжает туда, прилетает на крыльях собственной благодушии и начинает путаться под ногами у спасателей. В общем, он все хорошо хочет делать, но правда нужна ли квалификация или нужны только чистые мозги, горящее сердце и готовые руки? Дело в том, что давайте так смотреть. Если брать историю России, Российской Федерации, после Великой Георгиевской революции, это первый случай такого массового волонтерского движения. Крымск, 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 да, Армении не берем, потому что это был Советский Союз, я был комсомольцем, но это были другие люди, это была другая страна. Но вот если брать после Великой Георгиевской революции, смотри, 95-й год в Нефтегурске, а в Аденге в Левске, в ситуации было очень много. В Крымске, да, было в каком-то? В Крымске. В два года назад было то же самое. И такой волны не было. Слушай, я хочу зафиксировать, мне кажется, это очень важно. Правильно я тебя понимаю, что это первая чрезвычайная ситуация такого масштаба, которая вызвала такую огромную волну волонтеров? По сути, это некоторый рецидент, это вот очень важная вещь, да, мне кажется, которую мы на самом деле, вы поправили, если я ошибаюсь, тоже не до конца отрефиксировали. Что вот эта трагедия в Крымске, она явилась, ну так вот, буквально первая ситуация, которая вызвала такую огромную волну волонтеров, что даже какая-то стала темой, и мы сейчас об этом говорим как раз на пределе этого события. А вы говорите о волонтерском деле? Вот я просто подтверждаю, поскольку я вот работаю в этом бизнесе, в бизнесе сложно, вот в этой сфере я работаю с 88-го года и, собственно, наблюдал практически большинство чрезвычайных ситуаций лично. Могу сказать так, что это действительно первый раз в истории Российской Федерации после великой политической революции, когда, собственно, массовое самосознание людей было направлено на помощь. Такого не было никогда. И если честно, вы когда встречались с волонтерами, я просто сказал, что, ребята, я ждал этого 17 лет. Потому что не было этих людей ни в Невтегурске, ни в Ленске, ни в Первом Крымске. Но вот этот первый приезд, он показал как плюсы волонтерского движения, так и его минусы. Потому что у нас есть закон о защите населения и территории, в котором четко совершенно прописано, да, кто-то должен чем заниматься. Я сейчас не говорю о том, что у нас все было идеально со стороны государства, все было там отлично, и все были молодцы. Были большие дырки, огромные, которые в том числе и закрывали волонтеры. Но волонтеры в некоторых моментах, не скажем так, не официальные, но они были эффективными. Мы можем не приводить, это не так. Значит, например, первое в том, что волонтеры приехали в зону чрезвычайной ситуации. Что они ели? Они ели те продукты, которые были привезены для пострадавших. Воду какую они пили? Они пили воду, которая была привезена для пострадавших. Это вот первый пример. Вот, Наташа, ты прости меня, ради бога, большинство моих студентов, кто учился первой помощи, они во время Крымской, они все косяками ко мне подходили, и каждый спрашивает, Миша, я еду в Крымск. Что мне нужно быть? И здесь, в чем отличие, допустим, Крымска от того же самого Армении? В Армению, в 87-м году поехали в основном спортсмены-альпинисты, поехали стройотрядовцы, поехали люди, причем ехали все, люди подготовленные, они имели возможность выживать в этих условиях, они приехали со своими продуктами, со своим, ну, питьевая вода была привозная, ее было много, она стояла на каждом уровне. Но очень много волонтеров туда приехали, ну, извините за мое, так сказать, достаточно грубое выражение, организовали то, что потом и были есть пострадавшие, а это нехорошо. По всем нормативам организации объединенных наций, ну, как бы, у нас основной стандартизатор всех чрезвычайных ситуаций, любое коммунитарное спасательное подразделение, пребывающее в зоне ЧС, должно быть автономным. Оно не должно зависеть от той помощи, которая пришла в зону чрезвычайных ситуаций. Это золотое правило. И если данное подразделение приходит вдруг в штаб публикации ЧС и говорит, ребята, у меня еды, спасибо большое, до свидания. Можно я запомментирую? Да. Ну, во-первых, спасибо, что ты нас всех обучил, потому что, Миша, спасибо, мы приехали, я, Алла и Наташа, мы прошли курсы первой помощи, так что теперь мы более подготовлены. Но ты же нам сам сказал, когда я закончил ЧС, мы все собирались, ты сказал, что все плюсы и минусы, которые у нас есть, это огромная школа, и, в общем-то, большинство вещей сделали очень правильно, хотя не знали, как это делать, и никто нас не обучал. Я тебе прокомментирую насчет еды, это самый острый вопрос, нам его все время задавали. Мы в основном употребляли чуть-чуть, это сколько там, 0,001% гречки, которую нам привозили, а так у нас были деньги на лагерь, которые ребята тратили, мы всем говорили, что это деньги на лагерь, мы ездили и закупались. И более того, на третий же день у нас появилась полевая кухня. То есть мы поняли, что должна быть полевая кухня, нам, опять же, никто это не рассказывал. Мы отстроили эти палатки, поставили там эту полевую кухню. У нас была прекрасная совершенно девочка-повар, которая ровно по расписанию готовила, прекрасный совершенно повар. Сережа потрясающий в лагере Натальи Водяновой, которая готовила вегетарианскую пищу, то есть в основном к руку. Почему вегетарианскую? Потому что в зоне ЧС, понятно, что лучше потреблять безопасные для здоровья продукты. Потом на седьмой день, по-моему, к нам, у нас был потрясающий случай, когда к нам пришли из соседней деревни бабушка и дедушка и принесли нам консервы, что было очень полезно. Там были помидоры, грудцы, и, по-моему, даже была какая-то сушеная, вяленая рыба. Рыбу мы особо не употребляли, а вот эти консервы, они нам очень помогли. Варенье нам постоянно приносили, яблоки постоянно приносили, что очень помогало. На пятый день мы поняли, что у нас обязательно должна быть отдельная вода, потому что с водой, конечно, огромные проблемы. Ты работаешь, ты работаешь очень много, и особенно наши, кто у нас, Толя Буцешилин, например, занимался тем, что координировал, и сам работал, координировал бригадой по разбору завалов. Вы представляете, что это такое, это жара, но ты в резиновых сапогах, ты в одежде, которая мокнет на жаре, и тебе надо употреблять воду в бутилированной, чтобы не заразиться. Потому что на седьмой день, в момент того, что у нас ребята мылись и пили воду из-под крана, им стали делать прививки, с чего мы сделали активный вывод, что, значит, воду употреблять из крана нельзя. Поэтому мы к этому пришли, мне кажется, достаточно быстро, то есть мы не 10 месяцев, не 3 месяца, в течение полутора недель выстроили более-менее систему. Потом приехали ребята-спасатели, которые собрались на машкуру. С самого начала приехали ребята из российского, с ними спасатели. Не было разношения. Мы работали, и тут приехали спасатели. Все правильно. В общем, приехали ребята-спасатели, ты была уже, по-моему, приняла на нашем курале на вот этом, когда мы разбирали, что мы делаем неправильно. Значит, мы со второй минуты поняли, что мы все делаем правильно, но немножко дискоординированно, потому что эта схема не отработана. И поэтому ты абсолютно прав, и поэтому почему мы здесь сидим, мы вернулись и пришли к выводу, что эту работу надо систематизировать, и мы должны помогать таким же людям, как мы, должны предоставлять им информацию, должны быть для них платформой, для того, чтобы они находили возможности, ресурсы, скоординированной работы, чего у нас не хватало. Можно еще? Я хочу прокомментировать тоже чуть-чуть по поводу подготовки волонтеров или нет. Действительно, был такой момент, что многие люди приехали с открытым, горячим сердцем, но на самом деле совершенно не готовы помогать. Приезжали такие московские девочки, насмотревшие... Типа нас с тобой. Не типа нас с тобой. Но мы уже не похожи на московские девочки. А вот не скажи, Юля так не считает. И нам уже было очевидно через какое-то время, что не сможет эта девочка 10 часов разгребать муляку. Муляка – это грязь, смешанная с илом. Фотографию тоже покажу. Это совершенно не гламурное и неприятное занятие. Она очень плохо пахнет, и вообще все очень тяжело. И этих девочек мы отправляли на склад. Естественно, был скандал. «Я хочу быть героем, я не хочу на вашем скучном складе». Этих людей мы отправляли домой. Не знаю, ни Алена, ни я. У нас не было никакой подготовки. Я приехала на третий день. Я приехала на два дня и уехала через два месяца. Я приехала 9 июля, уехала 9 сентября с двумя перерывами. У меня не было никакой подготовки. Я по профессии журналист. Я не мешалась никаким спасателям. О чем они сами говорили. И таких людей было очень много. Потому что на самом деле, если ты действительно хочешь помогать, то ты это сможешь сделать. Потому что если ты хочешь помогать любым способом, то ты будешь помогать любым способом. Если ты хочешь помогать именно каким-то конкретным способом, я хочу отдавать именно бабушке пакет с водой, чтобы вот она припала ко мне и была благодарна, то ничего не получится. Но если ты действительно хочешь, в любом, не знаю, физической форме, в любом возрасте, при любых вообще профессиях ты сможешь это сделать, ты сможешь быть волонтером, плюс момент еще, кто такой волонтер, я бы хотела сказать, волонтер это не обязательно человек, который находится на зоне ЧАЭС, волонтер это просто человек, который помогает, у нас люди находились в Москве, люди, которые помогали нам очень сильно, они собирали гуманитарную помощь, собирали деньги, у нас находились люди в Краснодаре, которым я могла позвонить в Краснодар, в ближайший город, крупный, который я могла позвонить в любой момент, дня и ночи, сказать, мне нужно вот это, найдите мне в Краснодаре, люди помогали, поэтому, но волонтером быть может любой человек без подготовки, это мое личное мнение, человек, который был там очень долго, и который приехал просто волонтером, и кто не стал координатором гуманитарной помощи. Наталья, ну, позвольте, ведь действительно, представьте себе, московская девочка хочет славы, хочет геройства, она приезжает, может она хочет и готова в этом или водиться, а ее на вклад. Ну, действительно, мотивация и геройство в этом смысле, она очень сильна. Понимаете, вот у нас пришла фура с медикаментами, огромная фура, эту огромную фуру 40 тонн медикаментов. В Москве, на что мы очень сильно ругались и очень просили, чтобы все коробки были подписаны, все было сортировано, но мы, находясь там, понимали, как это важно. А люди здесь думали, ну, я положу пакет, напишу, пакет вмешу в коробку, там будут медикаменты, игрушки, одежда, обувь и немножко сгущенки, и напишу в Крымск. Для нас это было, для людей, очень сложно, которые так работали, потому что тебе нужно все разобрать, расфасовать и так далее. Мы очень просили, чтобы груз был односортным. Вот тебе приходит фура 40 тонн медикаментов, совершенно не рассортированных, все вместе, градусники вместе с анальгином, вместе, там, не знаю, с Маолокосом, со всем остальным. Это нужно рассортировать, и это колоссальная помощь, потому что потом наши медики, там, волонтеры смогут быстро очень достать тот медикамент, который нужен конкретному человеку, той же бабушке, которую эта девочка решила спасти. Поэтому, чтобы быть героем, не обязательно быть больше в грязи, можно быть героем и в складском помещении. И мне кажется, что мотив, ну вот мы с Мишей часто тоже об этом спорим, мотив волонтера должен быть для людей, должен быть, ты должен хотеть помочь, ты не должен, потому что быть героем – это эгоизм, это быть, ну, думать, с кем я буду, думать о своем статусе. А если ты хочешь действительно помочь, хочешь помочь конкретно этим людям, то тебе все равно будешь ты на складе, будешь, не знаю, разогребать муляку, либо ты будешь показывать какую-то психологическую помощь. Я бы все-таки хотел бы сейчас свернуть, ну, подправить, скажем так, разговором, правила, скажем так, есть такое, давние правила всех спасательных операций, там, пожаров и так далее, что когда подразделение выращается домой, оно проводит разбор. Разбор, собственно, того, что, как все происходило. Я вам могу сказать так, что за все эти годы, с 88-го года, я честно признаюсь, я не провел ни одной блестящей спасательной операции. Почему? Потому что весь этот разбор идет не с тем, что было хорошо, а с тем, что было плохо. Что мы не сделали, что мы не доделали. Вот это, в принципе, если разбор идет по этому принципу, то, в принципе, дальше мы идем более эффективно. Следующий операция будет еще более эффективно, следующий, еще будет эффективно. К сожалению, вот, так сказать, я подписал небольшую колоночку по поводу вообще ситуации освещения крымских событий, что там вся правда крымский, волк у него, франчаток. Вот, вся эта истерика. Я сейчас об этом не буду говорить. Я хотел бы сказать, что вот сейчас прошло время, и с моей точки зрения сейчас очень внимательно нужно поговорить о том, понятно, что дырки есть те, которые, так сказать, ну, наши, честно могу сказать, что и наши структуры спасательные, и МЧСовские, и пожарные были не молодцы. Вот, реально, не молодцы. И вот у нас там на форумах идет достаточно жесткий разговор к другому относительно того, где мы были плохими. Разговор этот идет очень жесткий. Ну, я бы очень хотел, чтобы, может быть, вот в волонтерском мире, и особенно в среде тех журналистов, которые писали о Крымске, был бы при нем вот такой анализ, чтобы в следующий раз, когда, а я очень надеюсь, что, когда будут следующие события, к сожалению, не будет подниматься такая волна, чтобы мы не попали в ситуацию, когда гибли бы волонтеры. Потому что, я уже годнократно говорил, о том, что Крымск, это была такая ситуация light, я бы даже сказал, супер light. Это было летом, это были небольшие разрушения, было немного погибших, было немного пострадавших, достаточно быстро сосредоточили силы и средства. Все было хорошо, ну, условно, конечно, хорошо, но с точки зрения тех ситуаций, в которых мы уже проходили, это была ситуация light. А представьте, это было бы зимой, пострадавших было бы вот эти самые там 28 вагонов, причем они все в завалах, или температура там плюс 40, и они все там, вот, люди находятся еще не неизвлеченные. Эпитемия, и холеры, и заболевания, и так далее, и все эти волонтеры идут туда. Давайте вот об этом, мне кажется, поговорить надо сейчас, потому что время прошло. Нужно проанализировать, про плюсы все, мы говорили очень много, мы, волонтеры, действительно, молодцы, я тут, честное слово, готов поклониться. Ну, давайте проведем, достаточно честный разбор полетов, тут глядя друг другу в глаза, в чем были дырки у волонтеров, раз, в чем были дырки у журналистов, давайте честно. Вот, ну, я не журналист, как бы так вот, человек привязывающийся в журналисты, но вот давайте честно посмотрим, если вы меня к себе приняли, тот журналист, давайте друг другу посмотрим в честное глаза и скажем, в чем мы были неправы, и в чем мы, так скажем, оказались, где наши были дырки. Давайте об этом поговорим. Спасибо. Я думаю, что на самом деле, когда мы читали или писали про Крым, каждый раз вставал такой вопрос, что на самом деле там происходит, потому что поступали очень разнообразные там сведения, начиная от логических историй, разные цифры погибших и разные сообщения о волонтерской помощи. И вот наш корреспондент там был, Юля, да, и она написала материал, который, мне кажется, шел немножко поперек той волны журналистов, которая как раз в этот момент была. То есть материал был более спокойный, более такой выдержанный, чем то, что происходило в СМИ на тот момент. Юля, я бы хотела тебя попросить пару слов сказать о том, как ты видишь освещение таких событий вообще, да, и вот чем ты, как ты обращалась с этой информацией в Крымске. Ну вот, надо было вопросом, в каком смысле ответить, да. Потому что на что я буду теоретизировать, если есть журналист, который непосредственно там был об этом? Мне кажется, самая главная ошибка, которую можно было сделать, когда делаешь шепортаж о Крымске, это слушать все эти безумные вещи, которые ты говорят. А там, кажется, на каждом углу встречается человек, который начинает говорить, что с деревьев снимали трупы младенцев, или что там 2 миллиона погибших и так далее. И периодические сенсации встречаются на каждом шагу. Задишься на лавочку, к тебе подсаживается казак, рассказываешь, что его друг позавчера разрушал там 10 фур с трупами. И самая жуткая ошибка, конечно, это вот этот слухом верить. Не скажу, что я совсем не поддавалась. Первые секунды поддавалась, начинала расспрашивать и так далее, но потом начинаешь раскручивать, раскручивать все это, и понимаешь, что все это просто истерика. И просто мы стараемся не поддаваться истерике, когда делаешь Аташи Крымске. Мне кажется, это самое главное, что мы стараемся делать. Я хочу к вам включить немножко зал. Вот у нас здесь получается сейчас немножко такой межнособочек, и мы все больше углубляемся в какую-то внутреннюю немножко дублематику спасателей, волонтеров. Сейчас уже журналистский корпус присоединился к этому обсуждению. Вот мы сейчас продолжим. Миша, я дам тебе микрофон, но я прежде хочу спросить, а кто из вас вообще в сидящем зале был когда-то волонтером, куда ты ездил? Вообще есть такой опыт? То есть, ну, у нас собрались люди. Миша, поднимай руку. Я расскажу про Спас. Если нужно вам в истории про Спас, я расскажу. Так как-то так солентировался. Ну, и Спас, прям честно, как я оплатила дизелям, чтобы люди отправить этим самым. Сейчас, давайте все-таки соблюдать некоторую последовательность рассказов и высказываний. То есть большинство нашей аудитории поголовное фактически, да? Это люди, которые сами волонтерами не были. Ну, тогда такой вопрос. А вы вообще готовы стать волонтерами? Какой ваш интерес в этой теме? Вы сегодня сюда пришли обсуждать тему «Нижняя помощь», как устроено волонтерское движение, как оно должно быть устроено? Пожалуйста. Андрей. У нас очень интересует вопрос. Есть ли какая-то база в Москве, которая подействовала не в период этих катастроф, в чрезвычайных случаях, где можно было бы научиться и, может быть, заниматься другими вещами, которые постоянно происходят? Вот, на самом деле, и вопрос, который вы все равно интересует. Заботу вас. Значит, в системе «Спас резерв» есть такая организация. Есть система Российского союза спасателей, есть российский студенческий брошюр спасателей, есть организация «Школы безопасности». Их, на самом деле, много в таких моментах, куда можно прийти и пройти подготовку базовую, получить аттестацию, стать спасателем, спасателем, спасателем. Есть такие самоорганизованные волонтеры, которые тоже проходят подготовку, они тоже готовы. Я, в принципе, между ними, между системными и системными добровольцами, я не делаю никаких различий. К сожалению, у нас, скажу, очень похожа сейчас ситуация с волонтерами, но на лимитах еще есть спасатели. Есть такие, есть такие, есть такие, есть пятые, есть десятые. Особенно, когда я разговариваю с представителями различных волонтерских групп, группочек, группировок и групппешек, я вижу только одно, что все вот они такие хорошие, очень все хотят работать, но почему-то не есть. Если ответ простой, российский союз спасателей, спас-резерв, кинфернеты, и сайты, российские. Сейчас. Компания спасателей. По вопросу. Нет. Мы хотим ответить. Да, мы ответим. Да, на вопрос. Да, и базы есть, и не только в Москве, и в Санкт-Петербурге, и сейчас будет в других городах. Мы вот делаем, и Миша нам очень активно советует, как это правильно сделать. Тут этот гражданский корпус волонтерский. Вы сделали, нам ребята помогают, дежурную сеть волонтеров, дежурная, очень хорошая история с тем, что вы заходите туда, регистрируетесь, оставляете, в какой спасательной операции вы бы хотели принимать участие, там, поиск детей в лесу, или вы хотели бы поехать в другую страну, например, побыть волонтерами, в том же Гаити, или в Америке, или где-то еще, потому что очень много чрезвычайных ситуаций, очень много аналогичных проектов. Мы сейчас договариваемся о программах обмена. Безусловно, у нас есть история взаимодействия с разными курсами, потому что мы уверены, что все равно, хотя бы курсы первой помощи, волонтеры должны проходить, прежде всего, чтобы не попадать самим в зону риска. Это супер-супер важно. Поэтому вот, эта история с гражданским корпусом возникла, потому что нам была необходима информация, где что есть, и как это все координировать, не командовать, не объединять, потому что это может быть абсолютно отдельная история, а координировать. Как она называется? Да, она называется гражданский корпус. Да, для более облегченного общения, есть страница на Фейсбуке, есть вот эта дежурная волонтерская сеть, дежурная, к нам скоро будет запущен пол-центр, сейчас мы делаем сам сайт, но вот пока мы обходимся в этой дежурной сети волонтеров и страницы, потому что там есть полная информация. В частности, завтра мы едем в Дербент, например, то есть эту историю, и наши волонтеры уже в Дербенте. Ну да, на самом деле, все, что я хотел сказать, практически все сейчас сказали. Я сам являюсь членом поискового спасательного отряда Спасрезерв. На самом деле, не так часто он находит положительные отзывы у профессиональных спасателей, почему-то. Самое ласковое, что у нас можно услышать, это мыши. Тем не менее, нет, действительно, есть такая сеть спасателей-резервистов, где проходит обучение. Это можно очень легко найти просто в Яндексе спасательный резервист, спасатель обучения, и все сразу можно найти. То есть, как бы, есть подразделение спасателей добровольно, есть то же самое Лиза Амерт, которые детей ищут. То есть, на самом деле, легко можно это все выть. Просто спасатель обучения. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, основные типы мотивации людей, которые идут в волонтеры? Гражданская ответственность. Что такое? Это я не понимаю, что такое гражданская ответственность. А это сложно объяснить, потому что... Нет, ну попробуйте, что такое гражданская ответственность? Это какие-то слова абстрактные совершенно? Ну, я вот работаю на основной работе менеджером, условно говорят, слово, которое никто не понимает, что это такое. Но понимаю, что хоть что-то надо делать, если вот не получилось, у меня в свое время пойти на тос-службу. Страхно, да. Нет, что стоит, когда гражданская ответственность? Я сказала абстрактное в том смысле, что вы можете вкладывать что-то свое. Вот в словосочетание, а я что-то свое, вижу что-то свое. Да что конкретно для вас протокол означает? Расшифруйте. Для меня конкретно это означает применение практических шагов, чтобы менять окружающую действительность на более положительную действительность, ту, которая меня устраивает. Вы потрясающий человек, на смысле просто. Полностью согласен. Есть такой, в Штатах, я пока передаю, в Штатах есть такой сайт, называется «Молодецов.ручки.ком», это салют, что «Молодецов» в США. Когда находишься на этот сайт, там такие большие вопросы, написано «Дружище, подумай, стоит ли тебе сюда прекратить?» Вот, как только ты перейдешь из этот порог, там будет кровь, много чего нехорошего. Подумай 10 раз, и там такая вот песочная часа, 10 секунд, и так все. Человек подумал, прежде чем туда дальше идти, потому что жизнь ваша изменится, очень сильно изменится, и ваши друзья может быть перестанут быть вашими друзьями. И жизнь ваша, она сильно изменится, может быть, даже на 360 градусов, как у меня в свое время. Можно же, наверное, «Волонтер» в мае. Сейчас, давайте по очереди. Мы перевозим. Здравствуйте. Меня зовут Вика. Не могли бы рассказать, была заявлена такая тема, беды помощи, когда закончилась потребность в каких-то основных первой необходимости вещах, когда начинается нужда юридической помощи, ну, каких-то более эфемерных, на первый взгляд, вещах, но на самом деле очень основных. Есть ли какие-то механизмы, когда люди из Москвы, например, ну, из своего места жительства могут помогать юридически или какую-то медиаподдержку оказывать? Чем? Да, простые. А как вас зовут, простите, Вика? Вика, есть отличный супер вопрос, потому что как раз, когда закончилась основная первая помощь, было необходимо, чтобы большое количество людей работали, пусть на своих местах, но именно по оказанию юридических консультаций. И мы не смогли, вот, это наша большая боль и трагедия, что мы вам звонили в кучу юридических контор, мы даже готовы были заплатить деньги, причем свои, чтобы эти люди нашлись, а никто не находился. То есть у нас, сколько, 5 юнитов нашли, 6 человек нашли. Да, это можно делать. Плюс у нас большое количество людей, которые могут быть именно так, все-таки требовалось, чтобы они отправляли дозированную гуманитарную помощь, оценивали, какая гуманитарная помощь нужна, все время имели связь с теми ребятами, которые находятся на месте и ведут специальные проекты. Плюс дополнительно к этому есть действительно необходимость медиаподдержки, потому что когда проходит информационный повод, совершенно никому не интересно, что там дальше, когда угасает медиаактивность, очень плохо собирается гуманитар. ролик, который мы вам показывали, был сделан, когда мы третий раз на смотровой площадке, третий и последний раз собирали фуру. Мы заказали две фуры 50-ти тонника, отправили одну треть одной фуры. И мы отправляли, заслезали на базар, потому что мы специально этот ролик записали, чтобы его все прокрутили. Он был развещён на эхо-маск у всех ведущих блогеров. В итоге всего одна треть фуры. И когда эта фура пришла, понятно, что этой помощи не хватало людям. и мы себе аплодировали, когда эта фура уезжала, но когда она уже с всем отъехала, мы поняли, что, блин, мы не знаем, что делать, потому что когда проходит эта волна, когда в прессе говорится «всё хорошо», «все выплаты сделаны», «все счастливы и довольны», нам уже никто не верит, что там у кого-то могут быть проблемы и мы выглядим как попрошек, когда говорят «ребята, там надо помогать», «баба Дуся», «наташа лично с людьми общается с инвалидами, что действительно нужна эта помощь, социальные службы не справляются», так и происходит. Поэтому, конечно, на местах это супер важно, когда вы помогаете, это супер важно. Для нашей деятельности, для волонтерской, и если вы хотите быть волонтером, это замечательно, не обязательно присутствовать на месте трагедии или катастрофы. Есть даже, вот мы в гражданском корпусе решили, что информационное сопровождение ЧАЭС это один из самых важных факторов. Во-первых, объективная, точная информация, чтобы она не называла истерик, потому что очень часто действительно можно посеять памятник просто одной какой-то фразой, и эту информацию надо нормально распространять. Точная информация о необходимой гуманитарной помощи с перечислением пунктов, что нужно, как нужно, информация о том, что уже перечислили, кому это распределено и какие результаты. И здесь у меня такой вопрос в продолжении уточняющий. Но ведь может быть потребность, например, в том, чтобы задействовать сто юристов, но сто юристов заняты своей работой в банке или в какой-то коммерческой фирме, а есть тысяча желающих привезти ящик шоколада, мандарин и как-то поучаствовать так вот более замысловато. Но что тогда происходит, и как тогда решается этот вопрос в соответствии предлагаемой помощи и той помощи, которая реально нужна? Еще раз по поводу сто шоколадок и мандаринов. Это вместо юристов или что? Ну, да, конечно, вместо, потому что юристов, да, я, наверное, не точно сформулировала вопрос, да, но не понял. Есть потребность, например, в юристах. Но юристы, люди занятые, они работают, им не до волонтерства, и там может быть два человека согласятся, а остальные заняты в своей основной работе. При этом есть много волонтеров, которые готовы участвовать, ну, помогать там, где уже помощь не требуется. Ну, руками делать, да, что-то, например. А там уже не надо делать руками, там надо документы оформлять. Ну, как вы решаете это несоответствие? Такой московский очень вопрос. Когда ты находишься там, у тебя есть конкретные задачи и цели. Ты, как машина, которая решает конкретные задачи и цели. Ну, вот у меня было так, забрала мужчина абсолютно, и тебе нужно найти юрист. Даже не так, ты стоишься при своей задачи, тебе нужно оказать юридическую помощь. Ты поднимаешь всех людей, слава богу, у нас есть там связи где-то, ты поднимаешь всех людей, ищешь юристов. Если не получается привести юристов, ты организовываешь горячую линию юридическую. Эти люди, которые работают в банке, днем, вечером они могут оказывать юридическую помощь. Ты собираешь полностью всю информацию, мониторишь по тем вопросам, которые нужны. Люди составляют, не знаю, какие-то типовые иски, ответы на типовые вопросы. У нас был такой момент, когда прошла вот эта вот первая волна, когда люди ко мне выходили в одних трусах с топором и просили совковую лопату и штаны, чтобы работать. Или когда нужно было совсем откачивать людей, было совсем страшно. Когда это прошло, люди действительно, они как-то чуть очнулись, и стала острая нехватка юристов. И мы организовали эту горячую линию, к нам приезжали юристы из Краснодара, они приезжали несколько дней, они брали отгуру на два дня, приезжали в Крымске, жили в нашем лагере, приезжали люди из Анапы, приезжали люди из Геленджика и Сочи, но несколько дней хотя бы. Естественно, если к нам приходят, звонят волонтеры и говорят, мы можем станцевать брейк-данс, можно мы приедем, у нас 70 человек, мы просили, мы говорим, что нет, нам не нужно, и был момент, когда, например, я объявляла, и просила волонтеров, людей, которые здесь, пожалуйста, не приезжайте, например, когда было, случилось наводение в Новомихайловском, мы с Аленой прилетели, с Аллой, мы прилетели в Крымск, вышли с самолета, нам тут же пришли смс-ки, что уже с ужасного Новомихайловское затопило, какой кошмар. Мы тут же прилетели туда, и мы туда едем, нам уже звонили, говорит, собраны два автобуса в Питере, все, готовы ехать, все, мы можем ехать в Новомихайловском, мы везде объявляли, потому что нас уже научил Миша, спасибо тебе большое, что, ребята, сначала разведка, мы сейчас приедем туда, мы посмотрим, действительно ли нужно, все пропало, все пропало, мои любимые, как раз теперь, полкуня зайчат, и мы приехали туда, и мы с Аленой не остались там, потому что мы приехали с Аллой, мы приехали, посмотрели, оценили, и мы поняли, что здесь нет такого уровня катастрофы, которая была в Крымске, и мы уехали обратно, и людям говорили, не приезжайте, и люди не приезжают. Саша, у меня, ну, такое маленькое уточнение вопрос к этому же вопросу, можете ли вы оценить на сегодняшний момент примерно, ну, какая помощь нужна, и насколько удалось юридическими вот этими линиями, горячими вашими консультациями, покрыть ту потребность, которая была там? Сейчас в Крымске в основном нужна юридическая помощь, и частично нужна гуманитарная, но она нужна только незащищенным слоям населения, это ветераны, это инвалиды, многодетные семьи, потому что, как я вам скачала фотографии, есть до сих пор семьи, которые многодетные, есть мама, шестью детьми, которые живут в палатке, и в таком каркасе с натянутыми мусорными мешками, есть люди, которые до сих пор живут в чердаках, гаражах, и так далее. Самое главное сейчас это решить юридический вопрос, потому что, ну, люди, как и в Крымске, так и по всей стране не знают свои права, они юридически совершенно не подкованы, это, ну, нельзя их в этом обвинять, потому что, ну, ни они, ни мы не думали, что так случится. Сейчас первое место это юридическое, нужны юристы, нужны юристы, волонтеры, как на месте там, так и колл-центры, причем, что отрадно, когда я встречаюсь, ну, Алену тоже самое, наверное, когда мы встречаемся, вот я недавно была на радио «Свобода», и мы там как раз обсуждали в Крымске, был адвокат, он после эфира тут же дает мне визитку, говорит, что мы отправим и все сделаем, и так далее, люди открыты к этой помощи. Сейчас психологической помощи уже не надо, она нужна была в самом начале, потому что пошла депрессия, пошла волна самоубийств, сейчас этого не нужно, уже прошло 3 месяца, психологическая помощь не нужна, но, естественно, не нужна питьевая вода, не нужны продукты первой помощи, но до сих пор нужны инвалидные кресла, потому что у многих людей их унесло потоком воды, до сих пор нужны неполайзеры и тонометры, и глюкометры, потому что повышенное давление теперь это бич в Тримске, потому что люди были в стрессе, всю ночь были в воде, и очень много диабетиков. Плюс сейчас, ну вот мы будем этот момент решать с благотворительными несколькими благотворительными организациями, нужны отопительные котлы, потому что наступает холодный сезон, наступает зима, сейчас там плюс 26, слава богу, это не московская, не питерская погода, но нужны котлы, нужна детская зимняя одежда, но это все не в масштабах города, это какие-то точечные конкретные случаи, например, если люди за чертой бедности, либо это многоодетная семья, но я говорю уже, то есть это именно коммунитарная помощь, как одежда и какие-то лекарства нужны конкретным котлетным бюро. Спасибо, у нас вопрос. Меня зовут Валерия, у меня тоже не вопрос, у меня ответ на вопрос, Света, ты спрашивала, как вы относитесь к волонтерской помощи, хотите ли вы помогать или нет. Я была уверена, что я не хочу помогать, не хочу быть волонтером, я не знала, почему не хочу быть волонтером, я просто сталкивалась единственный раз в своей жизни с волонтерской помощью, ну вот, так сказать, вживую, не в онлайне, не где-то там по телевизору, это в моем городе, в котором я живу, это город Череповец, примерно, ну вот сейчас, где-то ровно год назад у нас пропала девушка, очень красивая девушка, зовут Света Ефелюкова. Быстро-быстро-быстро собрались куча людей ее искать, быстро-быстро-быстро группа ВКонтакте, где собирались эти волонтеры, взлетела в топы по Череповцу, там чуть ли не весь город собрался, вот, они там каждую ночь собирали машины, ездили, ездили, искали, искали, я уже тоже, ну вот, буквально, ну, собралась тоже помочь, потому что, ну, как-то же все, наверное, так делают, вот, зашла в эту группу, чтобы как-то организоваться с этими людьми, и смотрю, как у них все это происходит, захожу в тему, так, мы звонили вот такой гадалке, она сказала, что Света жива, сейчас находится в таком-то поселке под городом Череповцов, едем туда срочно, все выезжают, там едут, ой, нет, там не было, а вот этот товарищ говорил, что ее расширеленный труп находится на такой-то помойке, ой, давайте скорее туда, все туда прочесываем, и все это показывают по телевизору, как они прочесывают по рекомендациям гадалок, то есть, ну, просто волонтерская помощь для меня связана с такой определенной модной тенденцией, которая меня совершенно не привлекает своей показной глупостью, вот, по крайней мере, с такой сталкивалась я, Крымск, наверное, дело другое, вас слушать приятно и хочется, наверное, помочь, потому что у вас как-то это выглядит адекватней, но очень много неадекватного в этом вопросе. Собственно, когда я спрашивала про мотивацию, я хотела этот вопрос немножко глубже раскрутить, да, в том смысле, что не называют сомнение благородные побуждения волонтеров, которые действительно собирают гуманитарную помощь и едут помогать и как бы поливать грязь людей, которые оставляют свои дела, туда едут, это последнее дело, но если бы сказали, а, надо говорить, б, да, есть вторая сторона, это пиар на добрых делах, это моды действительно, да, это вот примерно то же сознание, с которым некоторые люди ходят на революцию из серии все там тусуют, белая ленточка мне к лицу, да, почему бы, вот мне не заняться еще волонтерством, это тоже тренд, это правда модно, мы будем говорить честно, это правда модно, это красиво, и красиво как-то вот себя описать в контексте этого публичного благородства. Можно я быстро отвечу, я сразу извиняюсь, уж мне надо уйти, а, если можешь, займи, пожалуйста, мой вес, вот ты как самый тоже свидетель активный, я отвечу, значит, когда мы там приехали, это не было модно, и я не считаю, нет ничего плохого, что это модно, потому что на волне моды есть очень много минусов, но есть безусловный плюс, что появляется новое желание у людей присоединиться, вот это взаимодействие, которое есть между людьми, для меня это совершенно необычный урок, потому что у меня есть куча идеологических противников в сфере там социально-политической активности, и мы работали с этими идеологическими противниками плечом к плечу, это показывает, что люди могут на момент чрезвычайной ситуации волонтерской помощи забыть о том, что у них есть что-то личное, и они должны выпить от себя, доказать, что они правы, пропиариться, или как-то еще, потому что это не важно, потому что в зоне помощи ты помогаешь конкретным людям, а не себе, и это здорово, что это модно. Я извиняюсь, спасибо огромное, что пришли, послушайте. Поделим, на самом деле, ту тему, с которой я жду сюда. Естественно, что я люблю, Наташа, на самом деле, они замечательные люди, которые делают очень добрые, но, к сожалению, сейчас большое количество таких фалантинских групп, группировочек, группешек, которые спонтанно возникают, спонтанно распадаются, спонтанно, еще что-то, я могу назвать, огромное количество волонтерских отрядов, огромное количество волонтерских отрядов, которые создавались, распадались, ругались между собой, и так далее, но вот это как-то нехорошо, потому что сейчас это все стало очень модным, в тренде, в тренде стало, и при этом почему-то, почему-то, все вот эти волонтеры, они почему-то считают, что они вообще, помимо того, что они молодцы, они еще все знают, все умеют, вот, я честно говорю, я был такой же совершенно, там, в 1988 году, когда я приехал из Армении, совершенно точно знал, что я самый лучший спасатель мира, вот, только потому, что я вот там очень быстро, я понял, что я вообще ничего не умею, мало того, даже сейчас, по прошествии всех этих лет, я точно знаю, что на самом деле я никакой не спасатель souffлял, потому что я не умею всего того, что я должен уметь, и знать, я постоянно учусь, и любой спасатель должен постоянно учиться, вот, и как в врачи, так и цирковой, он постоянно учится, постоянно совершенствовался, и если же волонтер, как бы, хочет заниматься спасательным делом, я правильно, товарищи, спас резерву со мной, что они должны, должны постоянно учиться, а не приходить, допустим, приезжать на какие-то поисковые работы и говорить «Ребята, значит так, мы все знаем, мы все умеем, сейчас мы вам быстро все организуем». «Вы, значит, сидите, мы сейчас все сделаем». И потом начинается собственное кино, вплоть до того, что их приходится спасать. Вот я бы хотел сейчас поговорить не о том, что все хорошо, «Все хорошо, отлично, ребята, молодцы». Давайте все-таки поговорим, как не сделаем так, чтобы волонтерское движение не превратилось в такой вот большой поток тумбов. Потому что люди будут гибнуть, ребята. Это хорошо, когда вы ищете в лесу, так, хорошо, когда вы там еще где-то. Рано или поздно люди начнут гибнуть, волонтеры. Вам оно надо. Вот вам оно надо, товарищи спас-визионеры. Так как вы на пожаре сработали, я 291, я запомнил тебя. Хорошо, может встретиться. Встретимся, встретимся, не волнуйся, я тебя забыл. Ну и еще, я хочу просто разбить эту мысль, возможно, почему, собственно, разные группы волонтеров не могут найти общий язык. Потому что одни начинают диктовать другим, это мы уже поняли. А есть ли еще какие-то, чтобы дополнить, да, вот этот вот такой, ну, негативный, можно сказать, опыт, да, и отрефлексировать, да? Это мне тоже негативный опыт. Я уточню, можно как человек не из вашей тусовки, а такой совершенно уличный зритель, что называется, посторонний, да? Правильно ли я понимаю, что вообще все волонтеры прекрасны, но между собой они не дружны, потому что каждый волонтерист и другого. Ну, я спросила, я не знаю. От того, что я сейчас слышу, мне вот, ладно, ты. Я хочу немножко прокомментировать, волонтеры, как и любое другое общество, как общество людей, сообщество людей не может быть однородным. Не может быть страны, полностью стоящие из головорезов, или страны просто прекрасных людей. Даже наша аудитория сейчас, я думаю, все разные. И я уверена, простите, конечно, что они все здесь чудесные, добрые люди, которые никогда там не ошибаются, никогда не истерят, которые не совершают ошибки. Волонтеры, вот опять-таки, сейчас я сказала про не из нашей тусовки, я до 9 июля тоже была не из нашей тусовки. И, соответственно, да, волонтеры абсолютно разные, существует человеческий фактор. Были люди, которые воровали, были люди, которые ленились, были люди, которые мешали нам работать, но там все по-другому, там не так, как здесь. Там абсолютно чистое общество, потому что... Что происходит? Потому что всех совершенно виды. Естественно, вот тот пример, который девушка проговорила, это просто как это... Ну, это какое-то киноеменец. Просто мы, естественно, никуда не шли, потому что там бабушка нагадала, мы не шли никому, ничего там не дали ни пить его воду. Это частный пример, он такой ужасный совершенно. Но это совершенно... Но это люди, волонтеры, это люди, они, не знаю, имеют ли право, но они ошибаются. У нас были люди, которых мы выгоняли. У нас были люди, которые приезжали зачекиниться в Крымске, твит написать о том, привет, я раздарил гуманитарку в Фейсбуке, завести себе еще 500 друзей, потому что хай, на фоне фуры. Но я писала об этом в огоньке, что этих людей... Людей мы называли у нас... Наш повар Сережа назывался людей не волонтеры, а волонтеры от слова баланда, потому что они только пожрали, да, были такие. Но они там не выдерживали, потому что, ну, они выжили домой. Серьезно так было. И два месяца, естественно, никто там не оставался, потому что у этих людей была другая цель. И как раз-таки мы почему учимся, в том же самом, Миша, мы учились постоянно на связи, потому что мы хотим развиваться и хотим, чтобы мы не было вот такого, потому что вначале это очень сильно мешало, когда у тебя есть там кричащие дети, бабушки, висящие на ремне, и поспевающиеся люди, или там зараженные колодцы, а тебе нужно тратить время на истерику, девочку в истерике, которая считает, что она главная, они выйдут все. Да, можно? Я уточню. Я хотела уточнить, ведь речь не о том, что есть хорошие и плохие волонтеры, есть мотивация нормальная, а есть идиотичная сфотографироваться на фоне фуры. Это как раз понятно. Речь о том, что много разных, в принципе, хороших организаций между собой найти общий язык не могут, потому что кажется, что они более правильные спасатели, более правильные действия. То есть нет единства. Хотя вот буквально пять минут назад Алена говорила как раз следующее, что даже люди с разными взглядами, с разными диалогиями на месте событий забывают про свои различия и начинают работать нормально. Но я хотела просто уточнить вопрос. Мне кажется, что сейчас прозвучал ответ не на тот вопрос, который был задан. А вопрос был такой. Действительно, есть много сообществ волонтерских, действительно, они разные. И действительно, может быть, каждый по-своему хорош. Но такое ощущение, что есть между ними конкуренция. Вот если сказать прямее. Конкуренция может быть идеологическая или какая-то конкуренция за то, кто правильнее действует, или к кому лучше примыкать, кто идеологически честнее, чище и так далее. Если это есть, на меня это несколько удивительный феномен, и мне бы хотелось вот об этом. Есть такая песня, или еще не сброс, а так мы померим. Но есть такие строчки. У каждого было особое мнение, если он говорит Игорь Игорь. И вот с моей точки зрения, сейчас среди всех этих групп, группировочек, группировочек, собственно, каждый из них имеет свое некоторое мнение, основанное на том опыте, который есть у них как рядом. При этом они не пытаются проанализировать другой опыт. Я не говорю, что опыт спасателей России. Я могу сказать, что опыт спасателей России не всегда хороший, а иногда даже очень нехороший. Есть еще международные волонтерства, не движение, скажем так, а система работы волонтеров с рубежом разная. Причем работа волонтеров в Германии кардинально отличается от работы волонтеров в США. они работают совершенно по-другому. Но никто сейчас, к сожалению, скажем так, кто работает над ошибками, не проводит. Никто не, к сожалению, не анализирует, что делается, что вот как. Вы будете анализировать. Сейчас отдельно скажу, что здесь очень важный момент, с моей точки зрения, некое непонимание того, для чего же это делается. Я как-то проводил исследование среди профессиональных спасателей и психологических, на самом деле, очень сильно удивился, потому что мнение пострадавших о спасателях было очень плохое, потому что каждый из спасателей для них объектом спасения является, собственно, сам процесс спасения, не пострадавших. И очень часто у тех волонтеров, которые сейчас, как мы соединены в некое волонтерское сообщество, у них часто, очень часто, почему им возникает конфликт, это как раз движение, что мы должны процесс волонтерства делать, а не конкретно помогать конкретным людям, конкретно бабушке, конкретному ребенку и так далее. Вот это тоже сейчас присутствует. И все те болезни, которые болеют спасательные службы, пожарные службы, они как вирус просто переходят сейчас на волонтерское движение. И оно сейчас начинает точно так заболевать. Тем, чем болеют профессионалы. Мало того, среди профессионалов очень много людей, которые бегут к волонтерам и заражают. Вот так, сразу. Поэтому, это большая проблема. Я хотел бы, чтобы об этом говорили, что-то. Может быть, какие-то решения там предлагали. А дайте микрофон, пожалуйста. Да, у вас есть. Значит, теперь по поводу ножки идем туда, чтобы вы в курсе были. Значит, у меня лучше, у Алексей, я был за входом лагеря добром, да? То есть, вот я знаю, я там был шансы дней. Это не мода. Я поехал, потому что в сторону мне сказали мои друзья. Тебя знают здесь, тебя знают там, возле из-за форума. Это раз. Во-вторых, вы ложь идете. Почему тогда ваши сотрудники спасовские были не обеспечены тазиками для пятиясных вещей? Почему не были обеспечены бензином, дизелем? Почему мне приходилось обменивать по 10-20 человек, которые мы загружали за свои деньги на самолеты, которые нам обещали, самолеты Чесовские. Мы должны были сдавать данные в 12 днях. В 12 днях мы сдавали их, никто нас не довозил, а самолет улетал в 4 ночи. Это два. В-третьих, полу, еды и туалетов, души и так далее. Пока господин Анищенко не пришел, пока он не сделал стык о Юлином в Крымске, никаких душей не было. Мы не сами сбивали, фотографии есть. Пока они пришли, нам не поставили ту самую душевую, армейскую. Потом они вообще воду перестали к этому подвозить даже, потому что мы были не уходны. По геологических моментах, да, были машисты, да, прогрессов молодежи. Их обещали пересли к нам. Перевезли четыре человека. Все остальные были в баканку, сфотографировались с Качевым, и на следующий день все снялись. Понимаете, там не было поводу Кэррн, идеологический атом оставался. Оставал поводу мобильниц санитаревого нашей кухни. Мы, извините, как бы мы кормили до 120 человек, была кухня, а соседи наши, условно, мы были одни благодет, условно, не благодетаряст, а он был все остальное. Да, мы ели предуслан и , и не в каждом стиле. Даже в в ангеларе на Да, сон, мне не дель же не в не в дель ангеларе не а в многом в дель что власть не поможет. Оба количества жертв, да, было больше. Поэтому не нужно рассказывать, что их было меньше и так далее. Там не было, там около 500 тысяч человек погибших, потому что не считали тех людей, которые довозили до шахта. А шахты довозили к минимуму всех человек на одну улицу, потому что водитель, с которым я ехал. А он был в Крымске. Да, это в Крымске. Это только в Крымске. Я не профессионал. Для меня это не модно. Для меня это, вот просто мне сказали, попросили, я поехал с одной маркой, там, с одними туфлями, там, и все. Поэтому вот дороги мне говорят, мы не профессионалы, потому что мы помогли. Я считаю, что мы помогли, и мы лучше всех там оставались, потому что только женская молодежь снялась и уехала. Я пользуюсь. Можно я по пунктам буду отвечать? Вопрос номер один, да. Меня зовут Михаил Сафровик, я спасатель первого класса. Я бы смог ответить на пункт номер один, если бы меня звали генерал-лейтенант Пучков. Я бы ответил. У меня тоже есть масса вопросов, в том числе и к руководству МЧС по поводу организации. И, скажем так, уверяю, что внутри нашего сообщества идет достаточно жесткий разговор о том, что происходило. Очень жесткий. Это первое. Второе. Относительно того, что были души, не были души. Могу сказать так, что операция в Крымске со стороны МЧС – это одна из самых провальных операций, проведенных в неестественной по чрезвычайной ситуации. Сразу правильно. Третье. По поводу 500 тысяч погибших. Не, не тысячи. Около там 500 человек. 761. А, то есть не 180 уже. Погибших. Погибших? А официально было 180. Вы сейчас отзнаете. Или 176. 176. Нет, так вы сказали 700. 700 – это пострадавших. Нет, 700 пострадавших. Ну, во всяком случае, это совершенно пышно. Это не те два вагона с трупами, которые... Нет, я не о них говорю. Я говорю о не 160, как официально, не 161, а больше по 1000. А я сейчас не могу понять, что я с активировал жизнями. По 1000, не может. Около 700. Не знаю. По количеству, если считать, люди, с которыми мы общались. Я буду по крайней. Потому что хоронили не только на кладбище, которые были на районе Крымском, но еще хоронили по всему миру с правилой Крымском. Как данные МЧС и МВД, они разнятся между данными и Минтрава. Но это не тысячи человек. Это нормально, когда они разнятся, когда они не могут поделить жертвы. Это не нормально. Они не жертвы. Давайте, значит, у меня большая просьба. Вот у нас в профессиональном сообществе, и я вам тоже рекомендую, мы никогда пострадавших не называем словом «жертвы». Это очень нехорошо. Они не жертвы, они пострадавшие. Я говорю о скромтях. То же самое. Они пострадают. Они не погибли, они не жертвы. Это просто того числа, конечно. Что же касается того, что ваш праведный гнев в адрес, скажем так, структур, я могу поддержать даже более аргументированно, чего. Речь сейчас, как мы сейчас обсуждаем, не проводим анализ. Я бы очень сейчас бы хотел по теме нашей встречи не проводить анализ работы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Я могу много чего сказать. Не анализ действий Минздрава, много чего могу сказать. Не анализ действий МВД, много чего могу сказать. Давайте все-таки, опять-таки, предлагаю подумать о том, чтобы провести работу над ошибками тех волонтеров, которые там были. И когда придет следующая ситуация, когда вы приедете, так скажем, помогать людям и увидите, что не срабатывает система государственная, чтобы, в первую очередь, вам было легче работать, ваша работа была эффективнее, и, скажем так, люди бы не погибли там. Я говорю, что проблема была в том, что не было готово то же самое МЧС, понимание, потому что в трапе перейдет еще 120 человек, да, вот у нас в один момент это было. И они были в шоке, я понимаю, да, они продились в свое время. Вообще, МЧС проехал информационную? Да, они переходили нас, считали, считали, пытались нас считать, от кого вы, мы им говорили, ну не от кого, повалки наши и так далее. Скажи, пожалуйста, в чем сейчас цель нашего статуса? А чтобы в следующий раз, мы с Клором, не знаю, вы нас могли бы донести, что, правда, могут приехать еще 120 человек, который что-то рассчитывает. Кому я должен донести? А где мы будем разбираться с вашей иерархией? Я с министром Пучковым? Не знаю, как зовут этого дядя? А, хорошо, я докладываю голос. Я с министром Пучковым пофиг по утрам не пью. Это в том числе и проблема бюрократии. Это в том числе и проблема бюрократии. Ребята, давайте сделаем так, что вот есть на одном конце мне деревни как бы один никого не трогают, на другом конце деревни другие никого не трогают. Вот в МЧС есть проблемы. С ними надо разбираться. В том числе и общественности надо разбираться. Но есть проблемы и в среде болонистов. Так вот давайте разберемся еще и здесь. Я могу сказать, что наша проблема, это более-менее управляемая анархия. То есть я более-менее по тому, как внутреннюю историю жизни, когда один из лидераторов пытался сделать, он только зашли, и делал другое. То есть мы, у нас не было жесткого строя, да? У нас была более-менее управляемая анархия. То есть я гонял лентяев там, да, с мегафонов известных. Я их пугил, Джентл Беллсом, да? То есть я это помню. Вот поэтому я знаю, это наша проблема. Вот я знаю, отлично. Но если сейчас посадить рядом представителей всех, руководителей всех этих групп, группировочек и так далее, то все они, они все молодцы, правда? И они правда молодцы. Это все отлично. Потому что мы чисто единым, нет, нет некого такого объединения. Самое главное, непонятно, куда дальше идти. Мне кажется, что один вопрос в сухом остатке, который, ну, актуален сейчас, очень много просвучало, действительно, вот интересных и резких в то же время слов, да, но о контакте между проводственными, волонтерами и официальными службами, да, насколько я услышала, его не произошло или почти не произошло? Просто я контактирую как раз-таки постоянно с официальными службами в Крымске. Наш лагерь добрый стоял, вот наш лагерь рядом Росспас, рядом МЧС и чуть-чуть через поле в МВД, в Туримайской МВД. Возможно, нашему лагерю, нашему волонтеру в этом плане повезло, потому что мы, ну, пошел личностный фактор, потому что мы, там, не знаю, обменивались с МЧС, там. Ну, это уже личностный фактор, когда ты знаешь генерал-майора лично, и он тебя знает, и ты с ним на «ты», и ты с полковником МЧС на «ты». Естественно, он тебе помогает. Нам наши волонтеры летали вертолетами через ПТ-рейсами и туда и обратно. Нам давали палатки М-30 для, ну, это большие такие военные палатки для статских помещений. Нам давали охрану, как только мы попросили, чтобы у нас была ночью охрана, потому что через мародерство с Роспасом мы тоже постоянно сотрудничали, мы были с ними на рации. Если мы на выезде видим, например, трупы животных, которые черви и жрут, то мы передаем координаты четкие Роспасу и МЧС, они приезжают. У нас не было там конфронтации ни с МЧС, ни с Роспасом. У нас были соседско-такие профессиональные какие-то отношения, но мы не профессионалы, естественно. И момент такой, но у других волонтеров, когда, например, я была в администрации, там у нас собирали встречи с главой города, и мы сидели с волонтером из нашего лагеря и слушали других волонтеров, вообще не понимали, о чем речь, потому что там у них действительно не было и туалетов, и все, и никто им не помогал. У нас не было таких проблем, у нас не было. Но у нас была проблема с общением с администрацией, потому что они были абсолютно амографны. Единственное, что они нам потом, опять-таки, из личностного какого-то момента, они нам давали газели, плюс МЧС нам давал, МЧС нам давал два КамАЗа и четыре газели каждый день. МЧС у нас работал 30 человек рота, спецотряд МЧС-1001, которые каждый день мы изобрели такие базовые пакеты, куда входили 25 номинований. Самое необходимое, они каждый день формировали по педичи таких пакетов. Это ребята, которые работают, сотрудники МЧС, срочники, наверное, не знаю. И мы кормили их из нашего котла и так далее. Потом к нам приходили МЧС, говорят, Наташа, дай резиновые сапоги, дай, о чем говорил Леша, дай тазики, мы это называем рыльные, мыльные, дай перчатки, бреди, сколько нужно, там 500 штук, я все это давала. То же самое, я тебе отправила письмо, где нам пришло письмо от личного состава МЧС в Крымске, потому что они тоже пострадали, тоже были на потоплец, они просили 20 раскладушек, мы дали 20 раскладушек. Вопрос в том, что это адовая ситуация, потому что государственное министерство просит у народа помочь раскладушками. Поэтому у нас не было такой проблемы, что мы перетягивали на себя, нет, мы утилизируем друг животного, нет, мы дадим вводу, такого у нас не было. То же самое и сейчас. Я не очень понимаю, о чем, о какой консервантации идет речь, потому что мы, ну, это как говорят речи с Брэнсом, бери и делай, мы берем и делаем. У нас, сейчас я пару слов, мы до сих пор работаем на Крыму, мы не работаем, мы не платим за это деньги, постоянно ведутся какие-то, там, телефонные звонки из благотворительных организаций. Мы собрали миллион рублей, что нужно. Мне каждый день, целыми днями, помимо своей основной работы, я занимаюсь этим. И что, мне просто не хватает ни времени, ни внутренних сил, ни желания с кем-то там бороться, по каким-то, не знаю, каким-то, потому что цель другая. Вот у нас цель другая. Я не могу отвечать за других, волонтеры все абсолютно разные, но по ежедневным, я не вижу никакой конфронтации в волонтерской среде, скажем так. Я попробую резюмировать, то, как я поняла, да, возможно, мне ужинно обоправишь. Я услышала так, что есть действительно какие-то, во-первых, нету единства между самими волонтерами. Что значит единство, что с ними нет? Ну, мы об этом говорили, что есть разные организации, которые между собой, возможно, даже конкурируют, и во всяком случае, каждый знает, как делать лучше. Сейчас, давайте по пунктам, да? Второе. Второе. Я пересказываю то, что сейчас здесь прозвучало, в том числе, что Михаил говорил. Второй момент. Действительно, есть проблемы с контактом между службами государственными и волонтерами. Может быть, не у всех корпусов, может быть, не у всех организаций. Но поскольку Крымск, как мы сказали в начале нашей встречи, это такая первая серьезная ситуация, которая подняла волонтерскую волну, было бы странно предполагать, что это все заработает, когда положено механизм сразу, да? И сейчас наша задача не кидать горячую картошку, кто больше дурак, да, вот это. А вот, ну, посмотреть действительно мы живем. С нашей стороны, Света, я чувствую, что мы должны защищаться и оправдываться. Миша говорит, не смотря на то, что мы друзья. Миша говорит про группу, говорю, нам постоянно нужно, да нет, ну нет, все в порядке, потому что мы-то, я опять-таки, я не считаю, что там Росспас, плохо сработал, МЧС, я считаю, что администрация плохо сработала, у нас не было там никаких конфронтаций между лагерями, мы постоянно друг друга все перебрасывали, все там передружились, потому что единичный случай, здесь на месте, кто решил там в политическую какую-то сферу все это мобилизировать, или кто решил действительно пиариться и бить себя пяткой в грудь, да, у них есть, но люди, которые... можно прямо это по вопросу, и, ну как-то, мне бы очень хотелось получить на него ответ изнутри. Ну вот примерно какой процент людей, которые туда едет, по вашим ощущениям и подсчетам, делают это ради пиара и ради политического какой-то ауры? по поводу политической, то, что сказал Леша, например, то, что говорила Алена, там все объединили, ну большинство людей вот в нашем лагере забыли, что у тебя другая твоя московская жизнь, там отрубает, там абсолютно другая реальность, ты забываешь, что ты был, там, не знаю, леоцентристом, или... Я не знаю, я тебе отвечаю на этот именно вопрос, поэтому там ты не можешь решать свои политические. Все происходит, когда люди возвращаются. Когда они возвращаются, у многих, например, я не буду называть имена, но я вижу сейчас, что люди, которые нихрена там не делали, прошу прощения, снимайся на видео, ничего там не делали, ничего. Люди, которые... Ну что, ну какие-то моменты, но там есть люди, которые впахивали, действительно, люди, которые... Ребята, например, актеры, актеры Кирилла Серебренникова, ребята, пять человек, актеры, это люди, привыкшие к сцене, к обожанию, там, не знаю, к девочкам, которые разгружали целыми днями, не знаю, фуры полдня, полдня они разгребают полтора метра муляки, я говорила, что такое муляка. Есть такие люди. Есть люди, которые... То... Там были девочки, у которых то предминструальный синдром, потом критические дни, потом постминструальный синдром, потом... Да-да-да. И, например, в июле, в июле у людей, ну, в июле у тех, кто действительно впахивал, у них не было. Я помню себя, у меня был ожог в первой степени, полный... Вот такой вот голос, полный... Вообще, ну, ты ложишься спать, на два часа вырубаешься, просыпаешься, и обратно работать. Какой фейсбук, твиттер вообще, о чем речь? И вот эти люди сейчас, я не буду называть их имена, я вижу, что они вот это вот, то, что говорил Миша, крымский синдром, я был в Крымске, да что вы знаете, а жизнь, вот я был в Крымске, я вижу какие-то комментарии по телевидению, а ты помнишь там, потому что там общество, очень честно, если человек, я прошу прощения, но если человек дурак на букву М, там это сразу видно, если человек лентяй, это сразу видно, если человек... Это все сразу видно, ты не накрасишься, ты не прикроешься шарфиком, ничем, это все сразу видно, но люди, которые туда приезжали, я могу, меня обижаются за это, 30% людей, которые туда обижали, лучше туда не приезжали. 30% по вашему? Вот по моим ощущениям, да, потому что, либо люди действительно были, у которых вот это вот, ну, то есть, и они когда говорят, я же, когда я и говорила там, девушке, что давай ты пойдешь домой, давай ты пойдешь домой, потому что, плюс от лени, у них же начинаются, то есть, подковерные игры, а что там делить, это поле и палатки, ну, что здесь делить, иди и впахивай, и много энергии, иди и впахивай, и там, ну, вот, Лешка в проанархии, у нас наоборот, у нас было, ну, я там превратилась просто в салтофона жесткого, потому что, по-другому там нельзя, это чрез, по-другому нельзя, там не до каких-то светских каких-то бесед, и 30% людей, которые были в нашем лагере, да, это люди, и это было очевидно, через 3 дня там, ты видишь всех насквозь, совершенно видно, кто приехал сюда помогать, потому что он приехал помогать, у нас были прекрасные ребята, это сообщество Йога-Юга, это йоги из Туапсе, они начинали утром в 5 утра, сначала у них были их ассаны, и медитация, а потом они впахивали, как, ну, они были целый день грузчиками, красивые парни, целыми, целыми днами просто, ну, вот, и валятся так же от усталости вечером, и, ну, таких людей было много, действительно, я очень не хочу, чтобы нас называли группировочками, группками, которые все сделали неправильно, вот это камень в огороде, там справа, но, да, да, были вот эти вот дураки на букву М, да, были, они везде есть, в Росспасе их выучить, я думаю, тоже. Ребята, еще раз, когда я, что, ну, начинал говорить, что, с моей точки зрения, сейчас нужно провести работу на машину, и, и, давай, вот, я сейчас, вот, мы сейчас закончим, я буду рассказывать, какие вы все молодцы. Нет, у нас, на самом деле, закончилось уже время, и я хочу, во-первых, подвести некоторый итог, во-вторых, если у кого-то есть, вот, ну, последний, какой-то вопрос, или замечание, да, есть, то я, вот, и постараюсь реанимировать то, о чем мы здесь говорили, так вот, и, может, простите, так, как я, я не знаю, я не знаю, Наталья Судец, специальный господин, Николай Фарадельский, и к тому же, я не знаю, что вы знаете, ромберных пейс, ну, для начала, это лирическое отступление, все-таки, мне кажется, что Крымская, это не первая ситуация, когда добровольцы там не ездили, исполнил пожар 2010 года, когда просто очень массово всплыло волонтерское движение, и ребята действительно работали, просто, может быть, в Крымских была какая-то вторая волна, более организованная, точечная, и, наверное, уже более, такая ромбительная, я, повторюсь, организованная. Ну, вот, хотел бы, может, немножко с ней делать дискуссию, опять же, если мы стимули мало времени, к полету, там, подвинетом к пушке, не до ошибками, вот, прозвучала в самом начале фраза, что там, на пятый день у нас появилась вода, не знаю, еще что-то, у меня сразу вопрос, а откуда брали воду из первых пять дней, если может, еще немножко микрофончик у меня побудет, потому что, там, не только вопрос, копились за эти минуты общения с вами, вот, ребята рассказывали, что, у нас на каком-то день появилось вот это, опять же, сразу вопрос, а что было до этого, то есть, приехали лонтеры, купались в море, один раз, вечером, ночью, все, потом, пятилитровая канишка. Если питьевая вода, то есть, вопрос, раскопалась ли вода, которую использовалась для подвоза, для добровольцев, то есть, если мы говорим о работе над ошибками, то она... Она на 20-й день, на 12-й день появилась вода, от правительства края, а до этого использовалась только вода, которая можно было из питьевых канистров. Не помогали власти нашему лагерю в принципе. Вот мне говорят... Вопрос, вот, если говорить о работе над ошибками, почему я еще, ну, так, не похвалиться, а помимо, вот, то, что я лонтера в ЛИПИС, у нас группа абсолютно автономная. Мы, когда выезжаем на пожар, у нас там машина, у нас полностью самобожарное оборудование, у нас запас следы на всю группу, запасы. Там вода, все. То есть, мы выезжаем автономно, этим занимаемся. Это вот первый вопрос. А второй, к чему бы хотелось пустить под конец дискуссии, это, вот, видимо, как раз к вопросу уже конструктивного диалога. Что можно сделать, чтобы объединить все эти группы? А какие группы пойдет речь? Например, добровольцы Тугезы, Грис Петлизали. Тот, как прозвучал, добровольцы Лиза Аверт, это были добровольцы, которые были добровольцы для доброго лагеря. У нас... Правда, я тут честно и положила муку на сердце на любые другие жизненно важные органы. Я не знаю этой проблемы по поводу каких-то конфронтаций. Что касается в одном... Вопросы не конфронтации. Или что касается объединений, у нас есть совсем... Вот, не знаю, это может показаться здесь, с того, что у нас какая-то конфронтация смешная. На самом деле, мы друзья. И именно, возможно, поэтому позволяем все такую псевдоконфронтацию. И мы постоянно общаемся с Роспасом. Например, там же в Крымске, когда у меня возникала какая-либо, какой-либо вопрос, которым сразу... Я либо звонила, либо из смысла Миша, либо Петя Кутукова, что как поступить в эту ситуацию. Потому что мы... Это первый раз. Мы новички в этом. То же самое, почему сначала у нас не было туалета, и это было не пятидневные какие-то вещи, это было практически сразу. И вода, воду мы использовали на Шензе. Мы привезли на Шензе. Потому что это было первый раз. Мы не могли предусмотреть все. Например, мой ожог, который у меня был 15% кожи, потому что нет опыта. И это ошибка, потому что 44 градуса, я не подумала, что у нас такое ожогное. Мы все же считаем, что мы, не знаю, бессмертные. Это был первый раз, но мы сейчас уже решили эти вопросы. Мы готовим материальную базу для того, чтобы не было следующего раза, а следующий раз будет завтра. Потому что завтра с соленым и летием терпеном. Я прошу прощения, я вас, два, три секунды. Я очень призываю вас конкретизировать и сузить вопрос, потому что мы сейчас вернемся на обратный круг дискуссии, где мы будем про воду и про воду. И вот это еще раз. На базе, вот той площадке, о которой шла речь, сейчас, не нуждаясь следующего честа, объединить различные группировки добровольцев, различные отряды, вы со своим отрядом скоординировать всех и сделать, вот системные и не системные, сделать свою такую добровольческую платформу, на которой будут собраны все ресурсы, опять же, по людям, кто где, кто в кого ли идет. Ну, понятно, не будет. Ну, ответ да. Могу положить микрофон дальше. Как раз-таки гражданский корпус это волонтерское мнение, которое мы хотим сделать, а это детище нашего опыта и нашего анализа, который был там. Потому что, например, одна из главных задач этого корпуса как раз-таки подготовка людей, потому что, вот о чем я отвечала Свете, очень много было неподготовленных людей, неподготовленных только физически, это не всегда важно, неподготовка шла вот здесь, потому что неподчинение идет, не знаю, бунт какой-то, как корабли и так далее. И люди не понимают, люди хамили пострадавшим, говорили, женщины успокойтесь, так нельзя разговаривать с человеком, у которого умер муж и дочь еще зацепить. Нельзя так говорить, потому что, как нас учил Миша, нужно обеспечивать психологический и физиологический комфорт. И мы хотим, мы хотим как раз-таки, мы хотим, мы хотим как раз, чтобы, ну и на каждом корпусе мы объединили все, 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 все ресурсы, потому что нет цели, только мы можем помочь, потому что это неправда, не только мы можем помочь, может помочь Гринпис, может помочь Роспас, может помочь МЧШ, скоро все, кто угодно, мы очень те сотрудничаем с Лизайн, и с любыми организациями, мы очень те сотрудничаем с благотворительными организациями, которые очень много помогают, и нам все равно. Благотворительная организация, это, например, есть религиозные благотворительные организации, разделяя или не разделяя их позиции, мы принимаем помощь, Потому что это вопрос не про нас, это вопрос про пострадавших. И нам не важно, на 6-й левый фронт, у нас были, например, националисты в лагере, которые также разрушали фуру, потому что когда ты на честь, никогда тебе думают националисты за Ленина, ты за Сталина или за Родину. Поэтому честно, абсолютно честно говорю, что нет конфронтации, и как раз-таки гражданский корпус мы хотим сделать, чтобы помогали всем миром, помогали всем, кто как может. Спасибо. Еще какой-то вопрос был? Давайте последний вопрос, и мы будем заканчивать. Нету. Да, последний вопрос, пожалуйста. Есть. Меня зовут Ия, волонтерский опыт это пожары и Крымск. Дело в том, что по новой организации, которая будет создаваться, самое главное, что я поняла и по пожарам, и чему они меня научили, научить волонтеров не напредить себе. Потому что с пожаров я вернулась с ожогом легких, с пожаров я наглоталась, ну, как это называется, себя, как копоть, были забиты все легкие. Спасибо тем специалистам, с которыми я работала на детской площадке в Крымске, которые в определенный момент, когда было очень тяжело психологически, было двое очень сложных детей у меня, когда они мне сказали, стоп, стакан воды, села на лавочке, отдохнула. Я не знаю, получится в гражданском корпусе это или нет, но самое главное для волонтеров, о чем мы вы говорили, без трубов. Я думаю, что у нас без трубов не было, потому что мы не работали физически, мы работали с детьми по снятию посттравматического синдрома, но могу сказать честно, что в определенный момент я думала, что уже все, работать нужно со мной. У меня вопрос, будет ли подготовка именно психологическая, именно психологический отбор волонтеров, потому что это очень важно. Ты видел, в каком состоянии, например, наша площадка была в определенные моменты, ну, именно специалистов, и в каком состоянии были некоторые волонтеры у вас? Ну, и совершенно права, да, были такие моменты, например, я уже говорила, что это была и моя ошибка, потому что я получила ожог, потому что не соблюдала первые правила спасателя, поняли, что выражает тебе. И да, мы, конечно, будем, мы не знаем, получится ли, но мы все сделаем для того, чтобы была подготовка, потому что неподготовленные волонтеры мешали нам, мешали очень сильно девочки, психологи, выпускницы МКУ, которые падали в оборог после общения с двумя бабушками и впадали в истерику, бегали по лагерям всю ночь, говорили, что все тут уроды. Очень сильно мешали. У меня тоже было два срыва от усталости. И мы будем работать с этим, и как раз таки мы хотим объединиться со всеми людьми, со всеми организациями, со всеми профессионалами, которые смогут нам в этом помочь, потому что, ну, мы все очень маленькие, у нас очень маленький опыт. Но именно психологическая подготовка и психологический отбор, у нас был даже психологический отбор уже в лагере, существовало, потому что у нас было несколько психологов, в том числе психологов, которые работают с шоковой травмой. И когда приходили новые волонтеры, ну, к этому мы пришли уже на третьей неделе, они шли к психологу, и психолог говорил мне потом, в поля, он или будет на складе, потому что были люди, они подготовлены к полям. Плюс, ну, у некоторых сорвало крышу, не секрет, что несколько волонтеров до сих пор сейчас лежат в дурке, извините, конечно, но у некоторых людей лежат в психиатрическом лечебнице. Не хотелось бы заканчивать на такой печальной ноте, поэтому, да, впоследствии волонтерства для психики, поэтому я все-таки попробую подвести некоторый итог, да. На самом деле, естественно, мы на среде за полтора часа не решим, не проговорим все проблемы, которые есть в этой сфере. Не секрет, что есть много вопросов к МЧС и к службам о том, как это организовывается. Ну, и надо быть любым, либо не очень честным человеком, чтобы, ну, не задавать эти вопросы, это правда. Но мы сейчас не об этом. Наверное, есть вопросы к волонтерам и по поводу пиара, и по поводу подготовки, и по поводу мотивации, и по поводу сплоченности. В общем, много разных вопросов, но мы тоже не совсем об этом на самом деле до конца. Мы зафиксировали, что действительно идет такая волна гражданской активности, которая может преобразовать немножко наше общество. У нас вот был достаточно большой разговор и сцена в «Русском репортере», и даже отдельная среда, посвященная трансформации некоторой политической активности в гражданскую и реконализации активности энергии. В том числе и волонтерскую деятельность. И судя по тому, что сейчас происходит, и то, что показала трагедия в Крымске, именно вот этот процесс запущен. И, наверное, это хорошо. И, конечно, вот можно бесконечно выбирать, кто больше прав, кто больше виноват. Но, наверное, результатом будет то, что мы можем говорить честно, не прикрываясь о каких-то темах даже нелицеприятных. И называть пиар-пиаром, дураков-дураками, неподготовленность в ЧС, неподготовленность в ЧС, и искать какие-то цепки, и задавать вопросы, как это может быть организовано так, чтобы следующие трагедии у нас разгребались действительно всем миром, профессионалам и волонтерам. На этом я заканчиваю след. Приходите не на следующую, а через, потому что в следующий след мы будем в Питере. Да, и вот мне Таня Филимонова маякует о том, что у нас на выходе лежат пригласительные билеты на выставку, фото-выставку нашего фотокорреспондента из Крымска. Вы можете их взять и туда пойти.